По информации нашего телеканала, во вторник, 30 июля, правительство может рассмотреть вопрос о выдаче или отказе в выдаче его американскому суду. На этой неделе МИД Латвии прислал адвокату Человского письмо с гарантиями честного и справедливого судебного разбирательства в США. А министры от партии «Реформ» заявили, что не поддержат выдачу Человского. Наша съемочная группа встречалась с его мамой Еленой, которая, как никто другой, ждет, чем закончится эта юридическая эпопея. Вот я ему из школьной формы старой сшила костюм. Я очень хотела, чтобы у него что-то в памяти осталось от детства. И вот я вот мастерила ему такие вот костюмы сама. Этот альбом с фотографиями Дениса его мама нашла в орехе разбросанных по квартире вещей. 4 декабря 2012 года латвийский спецназ по просьбе американских силовиков ворвался в ее квартиру и задержал ее сына. Нашей съемочной группе удалось снять момент задержания Дениса Человского. Елена вспоминает, что вернулась домой часом позже и увидела, во что превратилась ее квартира. Дениса еще не успели увезти, и она в последний раз увидела его на свободе, на автостоянке у дома. Я его встретила, он был серый, он не мог произнести слово, он не мог двигаться. В этот момент ее жизнь и перевернулась. Денис восьмой месяц находится в тюрьме. Общаться с ним мама может раз в месяц в течение часа. Как его состояние сейчас? Моральное, физическое? Физическое, нормальное, моральное. Он очень себя стойко держит. Он надеется на справедливое решение в отношении него. Он не писал вирусов, он не получал ни цента, ни сантима за эту работу. Дениса Человского подозревают в участии в разработке вируса ГОЗИ, который причинил большой вред пользователям США. Вирус он создавал якобы в составе преступной группы, в которую входили также граждане Румынии и России. Говорят, в узких кругах Дениса знают по нику Майами. Я у него спрашивала, он сказал, он их не знает. Он не знает этих людей, он не знает этот ник. Он говорит, что с этим не связан. В Америке по совокупности ему грозит 67 лет заключения, по нашему законодательству 10. Я могу смириться только тогда, когда ему будут предъявлены обвинения и когда он в них сознается. А у нас есть свои суды и у него есть право себя защищать здесь. При этом Денис Человский не является ни обвиняемым, ни подозреваемым. У него совсем другой статус – выдаваемое лицо. Именно поэтому его не могут выпустить ни под залог, ни под подписку о невыезде. Говорит, что он не под молоком. Параллельно лучшие латвийские юристы, которые занялись делом Дениса Человского, по их собственным словам, на добровольных началах, направили иски в его защиту в суд Сатверсма и в Европейский суд по правам человека. Обращение в Европу направил адвокат Салве де Сварпинш. У нас есть Сатверсм, где сказано, что мы соблюдаем основные права человека, что и если в уголовном законе сказано, что своих граждан не выдаем, с другой стороны, оказывается, что все-таки выдаем за всякие пустяки, не говоря там о киберпреступлениях. То есть мы подписали кучу договоров, где согласны видать людей за уголовные нарушения, то есть за преступления и даже уголовно-аказуемые нарушения, где лишение свободы начинается с одного года. То есть за всякую мелочь. То есть есть несоразмерность. Пока же матери Дениса Человского остается только ждать, каким образом решится его судьба. Я считаю, что у нас есть обязанности перед государством. Мы должны работать, платить налоги, соблюдать законы. Ну и у правительства есть какая-то ответственность перед своими гражданами. Я прошу защитить моего сына и оставить его в Латвии. Ну мы сейчас не живем, мы сейчас просто существуем от недели к неделе, даже не успеваем за месяц, как проходит месяц. Ну трудно.